В сфере производства и продажи лекарственных препаратов в регионе порядок отчитался исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Сергея Минодов. В правительстве обсудили меры по противодействию незаконному обороту лекарств и медицинских изделий. Фактов использования незаконного оборота при производстве лекарственных препаратов также не было выявлено. По нашей информации у нас пять учреждений, одно из которых под ведомственным департаментом, остальные не под ведомственным департаментом, занимаются производством лекарственных препаратов и медицинских изделий. Но вот мы осуществляем контроль только за одним, остальные контролирует Росздравнадзор. Крупных компаний, которые бы производили медикаменты на территории региона нет. Есть небольшие фирмы, например, такие как фармацевтическая фабрика. Они производят касторовые зубные капли, мази, сиропы. Ничего серьезного. Тем не менее, их тщательно проверяют. По заданию федеральной службы был осуществлен выборочный контроль по 11 позиций в Ивановской фармацевтической фабрике. Направлено в соответствующие эти лекарственные средства в экспертную московскую организацию федерального учреждения. По всем позициям, которые направлялись, результаты положительные в плане позитивные. В ходе проверок качества лекарственных средств из обращения изъято 192 серии 160 торговых наименований препаратов. А это почти 14 тысяч упаковок. Обсудили на заседании незаконный оборот продовольственных товаров. В настоящее время тема фальсификации очень актуальна. А молочные продукты – одна из самых фальсифицируемых категорий. Чаще поделку можно встретить среди продуктов высокой жирности. Масло сливочное, молоко сгущенное, мороженое, творог, даже молоко и кисломолочные продукты фальсифицируют. Что на упаковке, то и в ней. Вот чего требуют от производителей власти. Состав должен соответствовать, чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Но предприимчивые бизнесмены пытаются лукавить. Отсюда на полках товары, цена на которые ниже отпускной, произведенной по ГОСТу. Так, например, сливочное масло за килограмм не может стоить дешевле, чем 443 рубля. На полках в магазинах, тем не менее, встречается. Власти опасаются, что некачественные товары из-за низкой цены могут быть закуплены для школ и детских садов. А можем мы сделать параллельно для справки, для себя, для понимания, расчет хотя бы по нескольким позициям. Скажем, вот если там не молочный жир, а пальмовое масло, сколько это давно стоит примерно? Давайте вот несколько таких расчетов в дополнение сделаем, чтобы понимать для ориентировки. Заодно сразу будем понимать прибыль, сколько разделили. Под надзором в регионе 25 молокоперерабатывающих предприятий. На них было проведено больше 150 проверок. Возбуждено 17 дел об административных правонарушениях. Штрафов на общую сумму больше полумиллиона. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.